В рамках реализации программы «Доступное жилье» 2020 года фонда недвижимости заключены с частными застройщиками договора финансирования по семи проектам жилищного строительства общей площадью 578 тысяч квадратных метров в городах Астана, Алматы, Ак-Тубе, Тарас и Алматинской области, из которых в 2013 году сданы в эксплуатацию два жилых объекта в городе Ак-Тубе и Тарас общей жилой площадью 32,5 тысяч квадратных метров, в том числе площадь жилья фонда 24 тысяч квадратных метров. Так, одним из введенных в эксплуатацию объектов является жилой комплекс Юни-Сити в городе Ак-Тубе. Строительство объекта еще началось в сентябре 2012 года. Объект расположен в одном из районов города Ак-Тубе и представляет собой жилой комплекс, состоящий из двух отдельно стоящих семи- и восьмиэтажных жилых зданий, общей площадью 26,9 тысяч квадратных метров. Другим завершенным объектом является многоквартирный жилой комплекс в центральной части города Тараса. Жилой комплекс представляет собой два отдельных стоящих жилых здания третьего класса, комфортности, этажностью пять этажей. Общая жилая площадь составляет 5,6 тысяч квадратных метров. Хочу заметить, что стоимость строительства одного квадратного метра помещений в данных объектах с учетом чистовой отделки помещения и благоустройства придомовой территории не превысила 120 тысяч тенге или 800 долларов США. Вместе с тем, в настоящее время фондом недвижимости совместно с частными застройщиками продолжается реализация пяти проектов жилищного строительства общей площадью 379,5 тысяч квадратных метров, в том числе площадь жилья фонда недвижимости 291 тысяч квадратных метров. Среди наиболее крупных проектов можно отметить проект по строительству ЖК Асаларма на Алматинской области. Проект предусматривает строительство 21 жилого здания общей площадью 261 тысяч квадратных метров. Важно отметить, что сдача первых жилых площадей и первой очереди комплекса планировалось в 2014 году в количестве 61 тысяч квадратных метров жилья. Однако в связи с отсутствием возможностью подключения объекта к инженерным сетям, ввод и эксплуатацию жилья перенесено на 2014 год. Реализация трех оставшихся проектов в городе Астана и Алмата с участием фонда недвижимости общей площадью 117 тысяч квадратных метров жилья идет согласно утвержденным графикам. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта предусмотрено до конца 2014 года. Таким образом, учитывая перенос ввод в части жилых помещений до конца 2014 года в рамках программы, по направлению фонда недвижимости будет сдано в эксплуатацию в этом году 130 тысяч квадратных метров жилья аренда с выкупом. В настоящее время фондом недвижимости продолжается прием и рассмотрение новых заявок от частных проектов, частных застройщиков по проектам. На сегодня количество отобранных проектов составляет 14 единиц общей площадью 14 тысяч квадратных метров, в том числе потенциальная площадь жилья фонда недвижимости в размере 288 тысяч квадратных метров. Это такие города Астана, Алмата, Караганда, Усть-Калмогор, Шымкент, Казларда. При этом в связи с изменением законодательства в сфере долевого участия в жилищно-строительстве нами прорабатывается возможность реализации проекта застройщиков при лечении финансирования банков второго уровня. Но эта схема идет очень тяжело. Вместе с тем, в текущем году мы также планируем начать первое распределение готовых квартир, построенных в рамках доступного жилья 2020, посредством ранее презентованного вами механизма реализации с помещений с участием местных исполнительных органов. Нами разработаны соответствующие внутренние правила реализации, которые в настоящее время находятся на утверждении у полномочий органов. У меня все. Спасибо.